Всем привет! Вы на канале Кэт-Рукодельница. Сегодня хочу вам показать способ оформления края изделия при наборе петель или при завершении вязания. Такой метод подойдет для оформления края увязанного шарфа, либо какого-то жакета, край которого мы не хотим стягивать резинки, или для свободных летних топов. Или же таким способом можно даже оформить горловину. Или даже сымитировать ворот на шапочке. Основан этот метод на полой резинке. Посмотрите, еще мы можем выполнять вот такой вот кетлевочный шов при переходе от полой резинки к основному полотну, либо делать его более гладким. И также при закрывании петель тоже можем выполнить такой ложный кетлевочный шов или сделать более гладкий переход. Ширина самой полой резиночки может быть любой. С изнаночной стороны вот так выглядит. Также оформление краев изделия таким способом позволяет той же самой лицевой глади не закручиваться. То есть, хорошо держится край. Для набора петель мы берем две вспомогательные нитки и спицы на размер меньше, чем мы будем вязать основное полотно. В конце наших нитей мы завяжем узелок для удобства. Затем берем нити и начинаем набирать петли на спицы самым обычным классическим способом. Набираем необходимое количество нам петель, включая кромочные. Количество петель может быть абсолютно любым. После того, как петли набраны, берем уже нашу рабочую нить и приступаем к вязанию. Кромочную снимаю не провязывай, а все последующие петельки вяжем просто лицевыми. Кромочную я провяжу тоже лицевой. Далее разворачиваем вязание. Кромочную снимаем. Петельку снимаем следующую нить перед работой. Далее вводим спицу под протяжку и вытягиваем рабочую нить. Опять петельку снимаем непровязанной нить перед работой. Вводим спицу дальше под протяжку, вытягиваем рабочую нить. Снимаем петлю нить перед работой. Таким образом чередуем до конца ряда. Этот ряд вяжите чуть ту же обычную. Заканчиваем ряд. Вводим спицу под протяжку, вытягиваем рабочую нить. Петлю снимаем, нить перед работой. Остаток рабочей нити, под нее также вводим спицу. Затем вяжем кромочную. Разворачиваем вязание. Кромочную снимаем. Следующую петельку изнаночную снимаем нить перед работой. Провязываем лицевую. Изнаночную снимаем, вводя спицу сверху. Нить перед работой, а лицевую провязываем. Изнаночную снимаем нить перед работой. Так выполняем весь ряд до конца. Заканчиваем ряд. Лицевую провязываю и кромочную провязываю. Кромочную лучше вязать за заднюю стенку, чтобы именно при провязывании она получалась скрещенной. Разворачиваем вязание. Приступаем к вязанию следующего ряда. Вяжем его точно так же. Изнаночную снимаем, не провязана. Нить перед работой, лицевую вяжем. Таким образом вяжем лицевой и изнаночный ряд одинаково, пока вязание не достигнет 2 см. Когда мы связали пару сантиметров, развязываем дополнительные рабочие нити, которые мы связали при наборе петель. Посмотрите, закончила я ряд точно там же, где подсоединяла нашу рабочую нить. Вытаскиваем нить таким образом. Подхватываем перетяжки и выдергиваем нить. У нас остаются вот такие петельки. Выдергиваем нить до конца. Я выдернула полностью нить, у меня остались петельки. Теперь выдергиваем и вторую нить. Вытаскиваем с петельки. Вытягиваем нить. Вытягиваем нить. У нас остается вот такой ровный край. Посмотрите, набор как при итальянском получается. Аккуратно. Дальше переходим на спицы основного размера. Начинаем провязывать петельки следующим образом. Кромочную снимаем. Вводим спицу в изнаночную петлю. Подхватываем лицевую, вытаскиваем ее и провязываем. Вводим спицу в изнаночную петлю. Подхватываем лицевую и лицевую провязываем. Таким образом получается как ложный кетлевочный шов. Таким образом провязываем все петли. Если вы не хотите, чтобы появлялся такой кетлевочный шов на лицевой стороне, эти петли можно провязывать следующим образом. Мы подхватываем изнаночную петлю, подхватываем лицевую и накидываем ее на изнаночную, а затем изнаночную вяжем лицевой. То есть подхватываем лицевую петлю, накидываем ее на изнаночную, а изнаночную вяжем лицевой. Тогда такого шва не останется. И заканчиваем ряд, что либо мы вводим петлю в изнаночную, вытаскиваем лицевую и ее провязываем. Либо лицевую петлю накидываем на изнаночную. Провязываем изнаночную. Остается кромочная петля. Здесь нет характерного шва, а здесь вот такой шовчик. Так выглядит изнаночная сторона. Затем вяжем любым выбранным узором. Это либо ажор, либо косы. Я свяжу просто лицевой гладью. Я уже провязала несколько рядов лицевой гладью. Лицевая сторона и изнаночная. Дальше, если вам необходимо закончить вязание таким же способом, мы поступаем следующим образом. Берем спицы на размер меньше, кромочную петельку снимаем. Посмотрите, что делаем дальше. Дальше, подхватываем петлю предыдущего ряда сначала. Накидываем ее на спицу и вяжем изнаночную. Следующую петлю снимаем нить перед работой. Подхватываем сзади петельку предыдущего ряда. Накидываем ее на левую спицу. Вяжем изнаночную. Следующую петлю снимаем нить перед работой. Накидываем петлю из предыдущего ряда. Вяжем ее изнаночной. А петельку снимаем непровязанной нить перед работой. Если вы не хотите, чтобы у нас был такой ложный кетлевочный шов, был более ровный переход, то выполняем следующим образом. Также подцепляем петельку предыдущего ряда. Накидываем ее на спицу. Вяжем изнаночной. А петлю снимаем нить за работой. Также вытаскиваем петельку предыдущего ряда. Накидываем на спицу. Вяжем изнаночную. Снимаем петлю непровязанной нить за работой. Таким образом выполняем до конца ряда. Посмотрите, что получилось. Эту часть ряда я, когда снимала петлю, не держала перед работой. Эту часть ряда вязала, когда не держала за работой. Дальше разворачиваем вязание. Кромочную снимаем. Дальше, независимо от метода, в котором провязывали первый ряд, следующий ряд будем выполнять так. Изнаночную вяжем. Лицевую снимаем, нить за работой. Изнаночную провязываем. Петельки изнаночные провязываем так, чтобы они не были перекрещены. Таким образом вяжем все ряды, и лицевые, и изнаночные, на необходимую высоту полой резиночки. То есть примерно около 2 сантиметров. Я провязала несколько рядов полой резиночкой. Здесь она состояла только из изнаночных петель. В отличие от начала, от набора петель, здесь мы вязали полую резинку из лицевых петель. Таким образом выглядит шов с кетлевкой и шов без кетлевки. И изнаночная сторона. Дальше будем закрывать петли полой резинки. Закрывать их будем трикотажным швом. Для этого нужно взять две спицы и разделить петли резинки на две спицы. Я снимаю первую кромочную и изнаночную. На этой спице будут только изнаночные петли, на этой лицевые. Вот так я поочередно переснимаю петли и деля их на две спицы. На одной спице у меня только лицевые петли, на другой только изнаночные. Я переодела петли уже на две спицы. Дальше рабочую нить обрезаем, оставив кусочек нити примерно в три раза длиннее, чем это расстояние. Берем иголочку и начинаем петли сшивать при помощи трикотажного шва петля в петлю. Ввожу иголку в кромочную петлю сверху, а в следующую лицевую петлю снизу и снимаю их со спицы. Затем так поворачиваю вязание. Еще раз ввожу сверху в кромочную петлю, в которую спустили иголку с ниткой и в следующую лицевую снизу. Опять поворачиваем вязание. Вот здесь лицевая петля, которую мы уже спустили, я в нее ввожу иголку сверху, а в следующую лицевую снизу. Опять поворачиваем вязание второй стороной и ищем последнюю петлю. Следите, чтобы петли не перекручивались, когда вы их поддеваете иглой. Таким образом сшиваем края пола резинки. Возвращаемся к лицевой стороне. Последняя спущенная лицевая петля, я в нее ввожу иголку сверху, а в следующую лицевую снизу. Таким образом сшиваем до конца. На спице осталась последняя кромочная петля. То есть я ввожу спицу в петлю, которую мы сняли и затем в кромочную. Стягиваю рабочую нить, поворачиваю работу на изнаночную сторону. Теперь подхватываю последнюю петлю, которую мы сняли с изнаночной стороны. Ввожу иглу сверху. Теперь рабочую нить можно обрезать и закрепить. Посмотрите, какой край получился. Аккуратно. На этом у меня все. Если вам понравился мой видео урок, то ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Оставляйте комментарии. На этом у меня все. Всем пока-пока!